Итак, мы запустили программу Simple BGC GUI 256B7. На данный момент это самая свежая официальная версия. Её можно скачать с официального сайта BSC. Когда у нас подсоединён контроллер, мы видим здесь, что у нас появляется в этой вкладке порт. После того, как мы соединили компьютер с контроллером с помощью мини-USB кабеля, у нас появляется один из портов COM. В данном случае это COM3 порт. Мы нажимаем на кнопочку Connect. Вот эта галочка BLE – это Bluetooth модуль. Мы можем снять её сейчас. У нас нет в данном случае Bluetooth модуля. Итак, мы нажимаем кнопочку Connect. Нажали Connect. И мы видим основные настройки. PID 40-40-40 и D и Power – мощность. Далее нам нужно сделать таким образом, чтобы правильно определить положение датчиков наших. Мы видим, что сейчас PID смотрит куда-то вниз. И это неверно. В первую очередь мы должны сделать таким образом, чтобы расположение датчиков компьютер считывал, контроллер считывал правильно. Для этого мы должны нажать кнопочку Auto. И вот здесь появляется табличка. Мы видим, что мы должны сделать с рамкой камеры. Мы должны её повернуть вот таким образом, как нарисовано. Итак, вот видим, что нужно в эту сторону. Итак, берём камеру и поворачиваем её таким образом, как нарисовано у нас на пиктограмме. Повернули. Мы увидели щелчок, увидели галочку. Значит, система определила. Ставим камеру аккуратно. И нажимаем записать. Right. Записали. И мы видим, что сейчас PID выровнялась. Теперь мы должны раму определить. Мы нажимаем на Frame. И видим, что здесь вот написано, что рама Frame.Mu is disabled. First Configure Replacement Advanced Type. Нам подсказывает, что сейчас второй датчик находится в положении невозможном. Нажми и найдите в графу Advanced. Итак, мы переходим в графу Advanced. И вот наш Frame.Mu. Датчик рамы. Мы его из положения Disable переводим в положение Below Yav. Поскольку он у нас Below, значит, ниже. Он у нас ниже Yav. Ниже мотора Yav. И подтверждаем кнопочкой записать. Также вот давайте здесь прочитаем еще. Есть графа Frame Upside Down After Detection. То есть мы позволяем контроллеру понимать, когда рама находится в нормальном, а когда в переводном положении. Это очень полезная функция. Мы тоже это можем записать. В данном случае, пока нам больше здесь ничего делать не надо, мы возвращаемся во вкладку Базовая. Basic. Сейчас нам нужно определить, каким образом у нас включены фазы мотора. Для того, чтобы нам это определить, мы должны увеличить вот здесь вот мощность. Например, каждая оси до 150, допустим. И приподнять камеру, держать ее за две ручки и нажать на кнопку, и нажать на кнопку авто. Для того, чтобы нам поставить правильно фазу моторов, мы должны запитать его от нашей штатной батарейки. Дело в том, что если вы сделали неправильный ввод полюсов, то контроллер автоматически отключится, у него есть защита от переполюсовки. Но если у нас включены оба провода, и силовой, и вот такой вот от контроллера, и мини-USB, то контроллер сгорит, у него защита в этот момент отключается. Итак, первое включение мы производим при отключенном от компьютера проводе. Мы включаем, и мы видим, что загорелись датчики. Вот. И мы видим, что ничего не происходит там. Да. Датчики загорелись, но ничего не произошло. То есть, моторы не работают. Мы должны выяснить это почему. Теперь мы можем, мы понимаем, что у нас питание включено верно, и включаем его в компьютер. Подключаемся к порту COM3, и идем на вкладку «Сервис». И вот здесь мы видим, что он неправильно определил батарейку. Мы видим, что здесь написано 5,6 вольта, а наши батареи 12,6 вольта полностью заряжены. Здесь наша батарея 12,3 вольта сейчас. После того, как вы ее зарядите штатным устройством, полностью заряженная батарея будет 12,6. Вот здесь мы можем поставить. Вот я поставил сейчас 12,29. Обратим внимание вот на эти параметры. Low voltage, alarm. Я убираю эту графу, потому что при низком напряжении он начнет пищать. Нам этого не надо, потому что при достаточно низком напряжении мы все еще можем продолжить снимать. И я оставляю только отключение. Low voltage, stop моторы. Когда мотор остановится. Я ставлю это 9,2 вольта. Компенсировать voltage drop. Компенсировать уменьшение вольтажа до 12,6. Мы ставим галочку сюда. И на начальном этапе очень полезно сделать галочку Biff with motors. Сделать ее небольшим. Пусть тихонечко. Тихонечко моторы подпискивают. Пищать моторы будут при подтверждении команд, при калибровке. Записываем. Теперь мы слышим, что моторы начали попискивать. После этого идем во вкладку базовая. И можем включить сейчас наш электронный стадикам. И посмотреть, как же он сейчас себя ведет. Почему электронный стадикам не включен? Дело в том, что при подключении батареи он выключает моторы. Давайте вот включаем моторы. Вот в чем. Видим, что слабое напряжение очень на моторах. И поставим мощность теперь. Roll 150. Добавим вот здесь вот мощность ему. И здесь везде поставят по 150 поставим. И еще разочек записать. Включаем. Наш аппарат. И мы видим, что вот так вот он начал себя вести. Не определены правильно полюса. Не определены правильно фазы, как моторы включены. Для этого мы должны нажать вот здесь вот режим авто. И приподнять наш агрегат. Держать его неподвижно. И контроллер определит, как должны быть включены моторы. Держать его. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, давайте посмотрим Запишем Right, записать И проверяем Вот мы видим что-то еще Какая-то проблема есть с осью Roll Теперь посмотрим Вот видим, что полюса Нам нужно поправить полюса Это моторы все имеют 12 полюсов Ставим 12 на каждой цифре Давайте Снизим Значение И до 0,07 Значение Pitch Снизим до той же цифры 0,07 Для яв мы поставим 0 И вот эти вот параметры Увеличим Пока 55 55 И 55 Запишем это Идем в муку Calibration Helper И теперь давайте скалибруем Наше устройство Калибровать Калибровать гироскоп Все это должно быть неподвижно Так Проверяем Frame ему Мы видим что Рама у нас Неправильно Определена Поэтому мы закрываем Запишем для этого И должны определить раму Мы должны переключиться на раму И идем в авто И мы сейчас должны сделать то Что нам покажет Вот эта картинка Видим что мы должны Наклонить раму вправо Поднимаем наш агрегат И поворачиваем раму Так как указано на рисунке Видите Появилась стрелочка Граф Зелененькая Галочка То что наша рама Правильно определена Мы делаем записать И еще разочек Write Записать Иногда он пишет Something goes wrong Мы должны еще разочек Записали Теперь И камера И рама Скалибруем теперь раму нашу Идем в Immo Calibration Helper Сбрасываем Настройки рамы И нажимаем на Calibrate Калибруем акселерометр И калибруем гироскоп Close Закрыли Записали Предварительно Мы это сделали Теперь Давайте попробуем Включить Снова Наш агрегат Включаем моторы И посмотрим И мы видим что Сейчас это стоит Неподвижно То есть Перестали Вот эти Вот Странные Движения В первом Приближении Мы Это сделали Сейчас Мы должны С вами Закрутить Все остальные Винты То есть Мы понимаем Что мы больше В контроллер Не полезем У нас Все работает Нормально И доделать Остальную Калибровку Включаем аппарат И мы видим Что Он Каким-то образом Сейчас работает Он включен На безразличный режим Давайте Настраивать режимы Первый режим Вот он Написано Профиль 1 В первую очередь Мы идем Во вкладочку Follow И Видим здесь Что написано Disable Нам нужно Его Сделать ему Быстрое следование Follow Pitch roll И здесь Пишем 90 0 И делаем Ему Скорости Примерно Следует Это по оси Pitch И по оси Yaw Вот 22 22 И сглаживание 4 Ставим Нажали Давайте проверим Теперь Как он работает Нажимаем Галочку Follow Yaw Еще Follow Yaw И теперь Делаем Напишем Запись И так У нас Вот Увидим Что Вот он Вот он С такой скоростью У нас Отрабатывает И Поворачивается Довольно Приличная скорость Быстрее Мы делать Не будем Потому что Моторы Здесь Не самые сильные И опытным Путь Я определил Что Скорость 22 Вполне Приемлемая Для того Чтобы нам Максимально Стабилизировать Наш подвес Мы должны Максимальные Токи Поставить Максимальные Значения Вот Roll Pitch 77 И 99 И посмотрим Как он Себя Будет Вести Right Записали То есть Вот этот Вот этот Вот Рол Он Должен Быть Довольно Жесткий Вот он Уже У нас Довольно Жесткий И Видим Что Это Все еще Работает Рол Давайте Сделаем Посмотрим Как Питч У нас Питч У нас Довольно Жесткий Сейчас И Яв Яв Можем Добавить Еще Давайте Попробуем Добавить 99 111 Записать Можно попытаться Еще Добавить Значение Давайте Значение Добавим 144 Здесь 144 Может быть 133 Запишем 166 Мы Пытаемся Сделать Ось Яв Как Можно Жестче Вот Рудьба Она Все Еще Работает Теперь Добавим Давайте Добавим Рол 111 133 Мы Следим За тем Чтобы Не было Никаких Наводок Ничего Не заводилось Пока Все Идет Нормально И Добавим Например Пич Запишем Это Вы Можете Добавлять Это Дальше И Дальше До Тех Пор Пока Камера Не Начнет Заводиться Мотор Не Начнут Заводиться И Тогда Это Нужно Будет Снижать Я Вижу Что Сейчас Уже Наше Значение Достаточно Хороши Значение RC И Выставим Работу Нашего Джойстика Поставим Рол ADC1 Pitch ADC2 Остальные Значения Сделаем Невозможными No Input Поставим Значение По оси Pitch Minus 360 360 360 И Все Эти Значения Поставим По 15 15 15 И 15 Это Скорость Джойстика Сглаживания По 4 Примерно Так Запишем Это Дальше У нас Есть еще Некоторые Параметры Которые Мы сейчас Будем С вами Менять Давайте Посмотрим Как Сейчас Джойстик Работает Итак Вот это Вот У нас Оси Roll Для того Чтобы Нам Выровнять Горизон А вот Это У нас Ось Pitch У нас Сейчас Все В порядке Работает Если Оси Работают Неправильно То Можно Поставить Флажки Вот Здесь Вот Инверс И Поменять Местами Работу Давайте Посмотрим Что нам Дало Вот Этот Значок 360 Градусов Это Дало Вот Так Возможность Вот Такого Вот Переворота Ну И До Конца Дальше Дальше Вот 360 Градусов Вот Что Дает Вот И Мы Можем Вращать Неограниченное Неограниченное Перемещение Совершать Вот Подстраивая Иногда Если Нужно Подстраивать Горизонт Работая Вот Так Вот Еще И Вот По Этой Оси Вот Можем Пока Поставить Его И Записать Эти Значения Делаем Таким Образом Save Записываем В папочку Profilis Вот И Меняем Эти Профили Меняем Да Ставим Опять Профиль 1 Save Он говорит Replace Да Replace Поменяли Теперь Нам нужно Сделать Профиль 2 Профиль 2 Я Делаю Таким же Как Профиль 1 Но Я Делаю Медленное Значение Медленное Перемещение Я Иду Во Вкладку Follow Во Первых Ставим Здесь Ставим Здесь Профиль 2 Профиль 2 Ставим Я Меняю Ему Значение Иду Вкладку Follow И ставлю Вот Здесь Значение 9 9 Ставим 4 Неточность 4 Записываем Right Кстати В профиль 1 Тоже Это Должно Должна Быть Четверка Вот Профиль 1 Open Здесь 4 Должно Быть Так Я Загружаю Профиль 2 Я Ставлю Здесь Загружаю Профиль 2 Открываю После Этого Я Ставлю Здесь Профиль 2 И Загружаю Профиль 2 И Записываю Его Теперь Мы Сделали 2 Профиля Профиль 1 Профиль 2 Теперь Мы Делаем Профиль 3 Disable Остальное Все Оставляем Так Можем Сделать Какую Нибудь Среднюю Скорость Допустим 14 14 Это Так Называем Мотоциклетный Режим Теперь Мы Записываем Это Как Профиль 3 Save Replace Ставим Сюда Профиль 3 И Загружаем Профиль 3 И Загружаем Профиль 3 И Записываем Его Мы Можем Сделать Профиль 4 Но Видим Что Его Нет Поэтому Мы Должны Сейчас Зайти На Вкладку Сервис И Мы Видим Что 1 2 3 Клика Это Профиль 3 А 4 No Action 4 Давайте Использовать Профиль 4 5 Кликов Калибровать Акселерометр И Длинное Нажатие Калибровать Гироскоп Записываем Запишем Это Теперь Мы С вами Должны Сделать Профиль 4 Это У нас Был Профиль 3 Профиль 4 Полностью Безразличное Равновесие Выключаем Все Галочки Выключаем Следует По Оси Яв И Записываем Как Профиль 4 Save Replace Теперь Так Видим Что Профиль 4 Не Появился Делаем Disconnect Connect Опять Не Появился Делаем Disconnect Выключаем Давайте Отключим Включаем Наш Агрегат Перезагружаем Нашу Профиль 3 И Видим Что Появился Профиль 4 И даже Профиль 5 Загружаем Профиль 3 Open Так Делаем Режим Follow Давайте Проверим Появился Профиль 4 Появился Профиль 4 Тоже Можем Сделать Вот здесь 4 Запишем Итак Господа В первом Приближении Настройки Есть Теперь Нам стоит Отключить Наш Контроллер И проверить Как он Работает Ну вот Нам осталось Уложить Провода Например Прихватить Их Например С помощью Силикона Чтобы Они Не болтались Дело Сделано Закручиваем Крышку Закручиваем